Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, дорогие отцы, братья и сёстры, всех вас ещё раз сердечно поздравляю с великим и мироспасительным праздником Воскресения Христова с Пасхой Божией. Христос воскресе! Христос воскресе! Эти слова звучат две тысячи лет, они отражаются в нашем уме и в нашем сердце. И когда мы отвечаем воистину воскресе Христос, мы исповедуем нашу веру. Ведь это не обычай, не просто человеческая традиция, не часть национального или восточного фольклора. Это исповедание веры. За эту веру умирали мученики. За эту веру люди лишались всего, чего только имели в этом мире. Эту веру хранили как великую и самую драгоценную жемчужину. Потому что пока есть в сердцах людей эта вера, существует род человеческий. Потому что если мы разуверимся в то, что Христос воскрес, а значит в то, что Он спас род человеческий, спасение, принесенное Христом, не будет действовать в роде человеческом. Потому что Бог никого не спасает силой. Мы должны добровольно исповедовать веру и принять эту весть в свое сердце. И только тогда искупительные заслуги Господа и Спасителя, последствия его голговской жертвы, становятся силой, спасающей каждого из нас. А спасение это есть блаженство. Не то самое блаженство, которое сегодня внедряется в сознание современного человека, как наслаждение только благами внешними, как безутержное потребление материальных благ, как забота о комфортах и удовольствиях, в том числе и чувственных удовольствиях. Блаженство — это и есть полнота жизни. Как мы можем сказать современным языком, это внутренние балансы между духовным и материальным. Это сильная внутренняя, интеллектуальная и духовная жизнь. Это способность видеть и понимать красоту Божьего мира. Но что самое главное — это способность и возможность вместе с Богом участвовать в усовершенствовании этого мира. То есть принимать такие решения, совершать такие деяния, которые бы не разрушали человеческую личность, не разрушали Божье творение, но вместе с Божественной благодатью возвышали это творение. Блаженство — это удовлетворение от того, что ты делаешь, от того, как ты мыслишь, от отношений, которые складываются с людьми, от состояния общества, народа, государства, всей человеческой семьи. Это величайшая ценность, которая выкристаллизовывается здесь, в этом земном мире, но которая по замыслу Божьей не исчезает с нашим физическим старением, дрехлением и, наконец, со смертью. Душа вырывается к Богу, внеся в самой себе всю эту память таинственным образом, непостижимым для современной науки. Но именно с душой все то, что мы творим в этом мире, переходит в вечность. Поэтому, когда мы говорим «Воистину воскресе Христос», мы себя отождествляем с этим миропорядком, не с языческим, разрушительным, не имеющим никакой жизненной перспективы, ибо всякое безудержанное употребление личных или коллективных вожделений несет с собой страдания другим людям, истощение ресурсов, погубление среды обитания. Мы верим, что Господь воистину воскрес, и потому мы вместе с Ним мы обязуемся совершать Его дело, продолжать Его дело, каждый в меру своих сил. Священнослужители на том месте, где они поставлены, миряне туда, куда их поставил Господь. Чем выше поставил, тем больше ответственности, тем зорче должен быть взгляд, тем больше силы должно быть, чтобы прозревать подлинную перспективу человеческого бытия. И дай Бог каждому на своем месте, и большим, и малым, и знатным, и неизвестным, и богатым, и бедным. Быть вместе, вместе со Христом, а через Него друг с другом. И нет никакой другой человеческой мотивации к тому, чтобы быть вместе. Всякие другие мотивации к человеческой солидарности, это скоро приходящие. Мы подлинную мотивацию к тому, чтобы быть вместе, обретаем тогда, когда мы вместе со Христом. И когда в ответ на праздничный возглас Христос воскресе отвечаем «Воистину воскресе, Христос!» Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...